Француз Людовик Лазарет Француз Людовик Лазарет Француз Людовик Лазарет А к недавней отмене древнего французского закона, который ограничивал мощность дорожных мотоциклов на отметке 100 лошадиных сил, Людовик построил четырехколесный байк Лазарет LM847. Глава и основатель французского кастом ателье Лазарет выбрал для работы над своим проектом двигатель, который устанавливается на автомобиле Мазерати Кватропорта. Атмосферная 4,7 литровая восьмерка развивает максимальную мощность в 470 лошадиных сил и крутящий момент равный 620 ньютон метров. Общий вес мотоцикла в четыре сотни килограммов позволил обойтись без многоступенчатой коробки передач, всего лишь единственной передачей и приводом на заднее колесо, выполненным при помощи двойной цепи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Строго говоря, LM847 не мотоцикл, а скорее квадроцикл. Ведь на передний и задний маятник установлено по два колеса, а вот их мотоциклетные покрышки Мишлен Пауэр Капп Про. Здесь есть седло и руль, а у каждого из четырех колес имеется своя собственная подвеска, что позволяет Лазарет LM847 наклоняться в поворотах. Единственный присутствующий на этом бешеном кастом элемент облицовки хвост был взят вместе со стоп-сигналом от Дукати 1299 Панигали. На мотоцикл были установлены тормоза по сталь гигантскому двигателю. На передних колесах установлены два 420-мм тормозных диска со всеми поршневыми скобами. На задних два 255-мм диска с четырехпоршневыми суппортами. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и этого для Людовика оказалось мало. Вскоре компания разместила в сети видеотизер нового монстра, летающего мотоцикла на реактивной тяге. Судя по первому не очень информативному ролику, за основу взят тот же лазарет LM847. Однако в ступицах всех четырех колес установлены турбины немецкой фирмы Jet Cat. Такие, например, используют для своих реактивных крыльев Jet Mane. Колеса, каждое из которых подвешено на отдельном маятнике, могут переводиться из вертикального положения в горизонтальное. При этом турбины активируются и мотоцикл якобы взлетает. Но при этом непонятно, как, например, Людовику удалось вживить турбины в ступице ведущих и управляемых колес. И что служит движителем машины лазарет LMV в режиме горизонтального полета. Чуть позже сумасшедший французский Гура все-таки провел боевое крещение машины. Однако осталось много вопросов. На видео лазарет LMV управляемый подругой Людовика Ванессой поднимается в воздух на высоту 1 метра. Взлететь в высшей машине не дает многочисленной растяжки. Что, между прочим, вызывает новый вопрос. А можно ли вообще управлять летающим мотоциклом в полете? Компания утверждает, что можно. Более того, утверждается, что машина полностью сертифицирована для дорог общего пользования. А чтобы подняться в воздух требуется 60 секунд. Для прогрева турбин в ступица колес и необходимости перевернуть колеса в горизонтальное положение. Правда, компания тщательно избегает технических подробностей о двигателе и трансмиссии для движения по земле. Судя по внешности, на LMV установлен такой же двигатель Maserati V8 4.7 с отдачей 470 л.с. и 620 Нм. Как на мотоцикле лазарет LM847. Однако, похоже, это бутафория. Цепи или карданных валов в приводе ведущих и складывающихся колес заметить не удается. А французская пресса сообщает, что летающий мотоцикл весит всего 140 кг. Скорее всего, машина оснащена электрическими двигателями. Впрочем, эти недомолвки не помешали Людовику лазарету начать коммерческое продвижение летающего мотоцикла. И он уже принимает заказы. Удовольствие будет не дешевым. Цены начнутся от 560 тысяч долларов. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»